ребята всем привет это не прикол видео снял еще в мае 2017 сейчас ноябрь 2017 youtube почему-то мое видео из-за того что одинаковые видео на экране были решил что этот 3d бился и письма писал в поддержку раз 15 ничего не получилось поэтому смотрите ролик больше это так поздно всем приятного просмотра всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл сравниваю два смартфона которые до сих пор достаточно популярны как я понимаю так как стоит недорого обзор снимается в мае 2017 года mi5 я им пользовался около года назад весна-лето соответственно 16 года обзор снимаю в мае 2017 и mi5s которым пользуюсь где-то с нового года до сих пор и сейчас я пользуюсь еще и lg g6 именно вот на нее я сейчас снимаю обзор на него но речь об этих двух смартфонах может быть кому-то покажется такое мнение что вроде как mi5s он должен быть лучше чем mi5 но несмотря на это есть свои плюсы и в первом и во втором начнем с комплекта все очень просто коробки это mi5 это mi5s по цветам кстати очень интересно то что mi5s серебро серый золото и розовое золото а соответственно mi5 есть черный белый золото и керамика керамическая версия ну и конечно же бывают они разных объемов памяти по идее вот mi5s который у меня на 32 гигабайта раньше их не было но сейчас продается очень много по индекс маркет например именно 32 хотя изначально они выпускались китае 64 и 128 ми5 соответственно есть 32 есть 64 и тут каждый сам себе выбирает памяти опять же 3 либо 4 гигабайта принципе 3 хватает но учтите что сяоми достаточно прожорливы что один что второй и свободно у них достаточно мало то есть mi5 4 гигабайта свободно 18 может падать вообще там до каких-то критических там 500-600 хотя не критических этого хватит но все-таки оболочка жрет очень много комплекте у нас ничего необычного ни в первом ни во втором случае не будет только зарядное устройство и кабель usb type-c ну инструкции гарантии само собой больше ничего необычного коробках нет убираем то есть никаких бонусов от китайцев видите на оба телефона мне наклеены пленки просто необходимо потому что если мы берем mi5 а чтобы вы не путались mi5 он с кнопкой которую нужно нажимать как на самсунгах вот такая вот когда я им пользовался она касание и ничего не происходило сейчас на касание записали как на meizu например одно касание это шаг назад это стало значительно удобнее и соответственно mi5s на нем тоже пленки потому что без пленок тоже тяжело пленки не пленки смысле а чехлы такие вот силиконовые в китае такие стоят где-то полтора два доллара раньше стоили еще меньше сейчас где-то от полтора долларов и выше цены но нами 5s например на mi5 например можно купить вот такой чехол он вообще сиоминский фирменный я его купил на алиэкспресс вообще за 9 баксов не знаю не могу его с чистой совестью абсолютно рекомендовать но в целом он конечно же защитит если кто пользуется где с нами все равно да так одеваю все равно он как бы такой немножко скользковатый а да это нами 5 ребят я по ошибке его заказал вместо того чтобы купить на свой mi5s а mi5 я вообще взял для обзора исключительно вот я спутал и заказал у китайцев вместо того чтобы на своими 5s заказал его нами 5 просто без приставки с короче он крутой реально но все равно немножечко скользкий я ожидал лучшего но все равно если кому-то интересен можете с чистой совестью заказать стоит он девять с половиной баксов что в общем-то немало в китае ссылку на продавца я оставлю если кому-то интересно выглядит офигенски просто я специально его именно хочу показать потому что аксессуары очень высокого качества для силами делают прям вот реально их много убираем все чехлы они нам не нужны и так давайте все-таки специально стер историю сообщений чтобы случайно номера ничего не засветить это mi5s у него кнопка уже не нажимная необычная кнопка сенсорная в нее встроен отпечаток пальца после того как я сделал обзор на mi5s многие писали давид надо два-три раза внести сканер одного пальца будет работать лучше нифига xiaomi облажались как я не пытался сканер иногда капризничает и честно говоря частенько разблокирую просто кодом здесь никаких проблем нет поверьте я не придираюсь я несколько раз сейчас разблокирует но это не показатель иногда может жестко тупить понимаете и чё я только не делал чё я только не делал вот ну смотрите он должен разблокировать но с первого раза не разблокировал нами пятом нами 5s сканер капризный нами 5 эталонный разблокирует очень быстро еще что мне нравится опять же не всем возможно это нравится но кнопки кнопки они к тому же вот назад меню и кнопки с небольшой подсветкой при желание можно сменить назад и меню вот либо удерживаем открываем список последних приложений либо меню то есть все достаточно удобно и продумано кому-то может быть рамки покажутся достаточно большими но я честно говоря не напрягаюсь вот сколько пользовался mi5 сколько пользовался mi5s но не сколько меня это не напрягает да хотелось бы чтобы они были меньше ну что есть то есть также отмечу еще очень важно то что аккумулятор немножечко mi5s подрос если в обычном он был 3000 mi5 здесь он теперь 3300 но все равно на проблема с батареей остается в обоих смартфонах что mi5 разрядиться может вообще к обеду часам к трем четырем можете остаться с нулем если активно пользуетесь что mi5s здесь получше все-таки батарея получше процессор возможно 821 лучше оптимизирован но все равно конечно ему далеко до того чтобы сказать что автономность здесь хорошая но лучше чем mi5 вообще еще отличие какие сразу рассказать если мы посмотрим собрать обратной стороны то увидим что mi5 это керамика изогнутый посмотрите видите красиво mi5s это уже полный металлический корпус здесь mi5 мне честно говоря нравится больше этот алюминий он не то что дешевый но мне он уже просто поднадоел керамика не керамика стекло керамическая версия самая дорогая это стекло стекло мне нравится больше но за счет этого он более скользкий особенно по бокам mi5 mi5s не сильно от него отличается но как-то более ухватистый что ли но в любом случае я конечно же рекомендую вам использовать чехлы кроме того это mi5 это mi5s лишили почему-то инфракрасного порта 5s не знаю почему но слава богу не решили разве мы для наушников звук звучание приблизительно одинаковое достаточно качественное не эталонное но близко к тому качество звука мне понравилось кнопки включения выключения кнопки громкости все здесь камеры немножко отличается если на mi5 16 мегапикселя mi5s 12 как я не пытался ребят ну честно говоря мне очень сложно сказать какой из них фотографирует лучше реально очень сложно потому что они оба хороши каких-то ситуациях мне кажется mi5s фотографирует получше особенно это касается темного времени суток вот мне не нужно снимать вечером поэтому я по этому параметру никогда не оцениваю но я для вас постарался и вот примеры фотографии вы видите то есть они подписаны mi5 mi5s мне кажется они эталонные очень хороших тому же по слухам здесь стоит камера от samsung galaxy s7 с 6 еще а в 6 камера очень хорошая была вот и что могу сказать примеры снимков вы видите на мой личный взгляд они отличные при том если хотите посмотреть в оригинале то пожалуйста ссылки под этим видео и пример видеозаписи я снимал и ночное время это качество full hd xiaomi mi5s специально вечернее время именно full hd а это качество mi5 обычный также full hd тут по-моему еще хуже хотя здесь оптическая видео могут записывать 4к снизу у нас разъем usb type-c и динамики на боку у обоих телефонов здесь находится хорошо что не здесь здесь например вообще был полная засада когда играешь по экрану абсолютно одинаково то есть 5 15 дюйма разумеется full hd 1920 на 1080 я разницы не замечал немножко цветовой оттенок разные этих телефонах но есть баланс цветовой баланс более прохладный более теплый можно сделать в принципе без проблем фильтр синего цвета из особенностей они в принципе на обоих телефонах одинаково если мы вообще посмотрим давайте про что рассказываю расскажу посмотрим mi5 видите прошивка соответственно версия android 6 miui global 8 1 и mi5s смотрим опять же android 6 и global 8 2 у меня стоит официальные прошивки то есть исключены какие-то баги от китайских компаний когда они любят что-то поставить и потом вас реклама на телефоне например вылазит чего не фокусируешься вот отлично кстати вот и на mi5 я снимал парочку обзоров прошлым летом она mi5s я снял уже где-то более 15 обзоров то что вы видели на канале вот так вот с руками это снято на mi5s сейчас снимаю на lg g6 и у него к сожалению проблем с фокусировкой фокусировкой с фокусировкой видите я уже заговариваться стал даже это нехорошо то что mi5s данном случае получается снимает лучше чем lg g6 для меня это удивительно то что lg g6 это флагман и достаточно дорогой ну да ладно смотрим на обоих смартфонах все абсолютно одинаково можно сделать например двойные приложения это достаточно удобно вы можете поставить два любых приложения 2 ватсапа 2 gmail и так далее два раза две разных игры и играть в них с учетными записями разными замок приложения это то что еще недавно нужно было такие программки покупать сейчас ну или скачивать бесплатно в основном то есть они до бесплатные были сейчас можно прямо на телефоне либо сканер отпечатков задать либо соответственно просто цифровой ключ отмечу еще очень важно что по весу они отличаются на бумаге достаточно сильно но по факту по факту практически мы не замечаем то есть 129 грамм всего весит обычный mi5 вот этот mi5s 145 но когда держу в руках я разницы не замечаете несколько грамм они погоды как говорится не делают в остальном что еще вам рассказать про цвета рассказал про вес рассказал давайте поговорим о процессорах возможно для кого-то будет ответ на вопрос стоит ли покупать конкретно mi5s так как у него 821 будет ли он лучше на самом деле ребят я отвечу так смотрите результаты тестов если мы берем mi5 да сейчас рядом просто положу чтобы вам было удобно я кстати научился монтировать и теперь видео даже вот с руками как вы видите я буду снимать лучше ну давайте посмотрим у меня здесь много тестов принципе вот mi5s получается можно выжать где-то до 136 до 140 тысяч баллов mi5 вот он mi5 это mi5s 109 120 но это на самом деле не столь важно если мы посмотрим на geek band 4 то увидим что mi5s 821 snapdragon конечно же это круче и разницу мы наблюдаем цифрах но это все цифры и большому счету на них наплевать должно быть вам самое главное вы должны понимать что этот и другой телефон обладает флагманскими процессорами которые потянут ну в принципе абсолютно любую игру которая сейчас есть то есть танки на максимальных пойдут про мощность могу сказать как вот реальный пример их жизни я когда отдыхал в сочи я снимал на lg g6 вот и там тоже вот на него который снимая и одинаково вот кстати они абсолютно с 800 mi5s так вот мне нужно было смонтировать порядка там 30 разных кусочков и я когда приехал сюда я начал монтировать на компьютере тогда еще адобом пользоваться не умел а сейчас вот я на нем монтирую уже научился он у меня я не смог смонтировать в нем я взял на телефоне с помощью программу linux потом буду рассказывать про телефон и расскажу она есть бесплатная но я платную версию купил вот она android вид pro и у меня порядка там трех с половиной 37 гигабайта мне на телефоне смонтировалась буквально там за какие-то 4 минуты даже меньше я просто в шоке был смонтировался я в это время еще по моему в интернете лазил меня просто потрясает мощность современных телефонов уже нормально когда они обогнали наши ноутбуки которые не так давно мы покупали с разумеется с отдельными видеокартами с нормальными процессорами в общем это очень странно то что производители такую дикую мощь смартфоны пихают а по большому счету реализуется это в каких-то сценариях вот таких смонтировать что-то поиграть как будто сверх тяжелую онлайн игру на максималках я например в танки не играю но разница между 30 и 60 fps для меня не столь критично да на слабом устройстве будет дико тормозить такие игры но на слабом извините там за 6 тысяч рублей за 8 берете какой-нибудь телефон уже начинает 600 15 650 снэпдрэгона у вас разницы большой не будет короче мой такой долгий спич так называемый смысл если вам ради мощности любой из них берите по большому счету все-таки я склоняюсь в этом обзоре все-таки к ми 5s за счет того что он стал менее здесь островатым чуть поудобнее лежит в руке без чехла чем обычными 5 а еще раз напомню я по этими телефонами пользовался лично и продолжаю пользоваться параллельно с lg g6 еще ими 5 с вот именно этом он несколько предпочтительный и кнопка она как-то ну проигрывает обычной сенсорной кнопки мне не нравится хотя стало на нее касанием как говорил уже можно выйти назад здесь удобнее но сканер тупит так вот наверное тогда все если ролик вам понравился ставьте лайки как всегда говорю ну и конечно если не подписывались то подписывайтесь впереди как всегда много интересного с уважением ко всем давид будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны не устаю вам повторять счастлива